Сейчас в стране есть два правительства, и оба называют себя легитимными. Этот политический кризис начался еще в феврале, после того, как три ведущие политические партии – пророссийская партия социалистов, проевропейский блок ACUM и демократическая партия, которой руководит самовлиятельный молдавский олигарх Влад Плохотнюк – получили почти равное количество голосов. По правилам парламентской демократии в таком случае две из них должны были бы объединиться в коалицию и сформировать правительство. В последний момент, 8 июня, социалисты, напомню, пророссийская партия и сторонники европейского пути, все же заключили соглашение. По идее, на этом кризис должен был бы закончиться, но вместо этого он стал только хуже, так как Конституционный суд объявил эту коалицию недействительной и временно отстранил президента Игоря Дадона от его обязанностей. Вместо этого он провозгласил временным президентом Павла Филиппа, ближайшего соратника олигарха Плохотнюка. Однако Игорь Дадон и его союзники решения Конституционного суда не признают, так как считают, что этот суд контролирует Плохотнюк. Вчера Павел Филипп подписал указ о распуске нового коалиционного правительства и о новых выборах, а сегодня Игорь Дадон отменил его указ. Республика Молдова оказалась в изоляции на международной арене. Здесь правят коррупция, бедность и страх. И все это из-за одной партии, ее авторитарного режима и в первую очередь из-за безумного диктатора Влада Плохотнюка. Без свержения Плохотнюка и иллюстрации государственных институтов, без освобождения граждан от страха и давления, Молдова не сможет двигаться в сторону Евросоюза. Что особенно интересно, новую коалицию поддерживает и Евросоюз, и США, и Россия. Представители Америки и ЕС даже присутствовали в парламенте во время подписания коалиционного соглашения 8 числа. СМИ под контрольную Плохотнюку 8 июня опубликовали видео, где президент Игорь Дадон предлагает Плохотнюку решить вопрос с его уголовным преследованием в России, где его обвиняют в попытке заказного убийства и нелегальном выводе 37 миллиардов рублей из страны. Якобы на этой встрече Дадон передал Плохотнюку предложение лично от Владимира Путина сесть и обсудить ситуацию в Молдове. В первую очередь речь идет об объединении Молдовы с Приднестровьем. Социалисты и Россия эту идею поддерживает, а демократическая партия нет. Каждый будний день новости Европы на русском языке. Подписывайтесь на наш канал и ничего не пропускайте.